Документалист, режиссёр-странник, автор музыкального видео с новаторским подходом. На его счету более 400 короткометражных фильмов. Известность пришла не сразу, признаётся Винсент Мунд. 8 лет назад снимал французские рок-группы или тех, кто приезжал в Париж. Через 4 года стало уже неинтересно работать в рамках родного города. В последние 4 года я всё больше начал путешествовать в поисках традиционной фольклорной музыки. Для меня хороший способ открывать мир – это путешествовать и документировать музыку, которая плохо известна или почти потеряна. Режиссёр почти всегда в дороге. Снимает этническую и сакральную музыку разных культур и народов мира. География его съёмок – это Турция, Индонезия, Бали, Египет, Бразилия, Эфиопия и многие другие страны. Уже полмесяца Винсент проявляет большой интерес к дагестанскому фольклору. Его девиз по жизни. Делиться хорошей энергией и быть в гармонии. К сожалению, показать видео, которое удалось собрать в республике, Винсент нашим журналистам не смог. Встреча в кинотеатре «Пирамида» не была организована на должном уровне. По этой причине пресс-конференцию пришлось изменить. Бок о бок в течение месяца с ним находится Булат Халилов. Парень говорит, что мелкие неудачи на его творчестве совсем не отражаются. Где-то он экспериментирует с фольклором, где-то он пытается, наоборот, сохранить атмосферу, вот как оно должно быть. И это проект не только о фильмах, но и об общении с людьми, о том, что люди открывали для себя свою культуру и чужую. Человек, который не испытывает никаких предвзятостей или, наоборот, негатива. Принципиальная позиция режиссера – некоммерческая основа деятельности. Весь проект осуществляется за счет личных средств Винсента и на добровольные пожертвования. Документальные фильмы доступны для бесплатного просмотра в интернете. Следующее место его остановки – республика Калмыкия. Сагина Тмалаева, Нариман Алибегов, Руслан Косумов. Время новостей.